Областная акция «День открытых дверей» в управляющих компаниях Подмосковья проводится два раза в год в октябре и марте. Для жителей это прекрасная возможность напрямую высказать свое мнение о работе организаций и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать. В зависимости от вопроса. Если это по ремонту, если мы готовы отдать ответ, мы даем сразу. Если у нас нет ответа, мы советуем, что сделать. Либо это оформить протокол общего собрания дома. Дает полноценный исчерпывающий ответ. Владимир Болгов, житель дома номер 5 бывшего военного городка Петровская, пришел с наболевшей проблемой, которая не решается в течение уже долгого времени. В его квартире на кухне сгнили потолочные лаги из-за того, что протекает крыша дома. Потолок обваливается и в комнате. Из-за сырости образовалась плесень. Температура воздуха в помещении почти такая же, как на улице. Владимир рассказывает, что приезжали сотрудники управляющей компании. Фотографировали, обещали все исправить. Но дальше обещаний дело так и не пошло. Приходили, делали замеры воздуха, у меня температура 10 градусов, когда было на улице. У меня в квартире было 18. На следующий день, когда стало холодать, я пригласил Калашникова, начальника участка, который находится в Петровском. Сделали замер, там температура упала до минус 5, что-то вот так вот. Ну, она сейчас скачет, колеблется вот так. Замерил 15 градусов. Обязательно в этом году работы по вашему дому будут сделаны. Вот. Значит, почему управляющая компания не делала? Рассказываю. Значит, управляющая компания может делать эти работы только в рамках тех денег, которые были собраны у вас по дому, вот когда вы платили за текущий ремонт, за капитальный ремонт. По словам Александра Черемных, на такие 12-квартирные жилые дома будет выделено по 2 миллиона рублей для выполнения ремонтных работ. Со своими вопросами в этот день в управляющую компанию пришло много жителей поселения. День открытых дверей в горках Ленинских посетил и глава Ленинского района. Олег Хромов попытался дать разъяснение многим сложившимся ситуациям. А с заявительницей Татьяной Кормаковой даже прошел по проблемным участкам поселка. Татьяну Ильиничну в первую очередь волнуют вопросы о зеленении. Ведь на некоторых придомовых территориях без объяснения причины были вырублены кустарники. В сезон сейчас, в апреле месяце, мы выделим на данную территорию дополнительное количество саженцев, для того, чтобы осуществить компенсационные посадки взамен вот того кустарника, который был вырублен. Либо он отжил свое, либо была сделана соответствующая санитарная обрезка. Но мы договорились о том, что в обязательном порядке мы вместе с жителями выйдем и сделаем эти компенсационные посадки. Еще одна проблема, она касается пожилых людей. Лавочки во дворах стоят на небезопасном расстоянии от проезжей части. В комиссии безопасности дорожного движения в обязательном порядке рассмотрим вопрос, соответствующий компетентными службами, в первую очередь, РФМЧС, о возможности каких-то ограждающих конструкций. Вот предлагается, например, установка клумб, которую можно подвинуть в случае возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Состоявшийся в ходе Дня открытых дверей диалог населения с управляющей компанией ЖКХ позволил снять многие острые вопросы, волнующие как отдельных жильцов, так и жителей поселения в целом.